приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена сидникова мои хорошие вот и закончила я свою новую работу жалко не все помещается в кадр но я вам как-то попытаюсь показать это вот такой вот прекраснейший креативный шарфик с такими помпончиками которые отстегиваются об этом я уже рассказывала в прошлом видео как это легко сделать как поменять тем более сегодня я поняла что это обязательный атрибут я имею ввиду отстегивание помпонов потому что этот шарфик я даже сама того не ожидала он поистине волшебный потому что он с легкостью превращается в челму причем это так отлично красиво смотрится ну конечно же для самых смелых для самых креативных женщин я понимаю что к этому видео будут дизлайки мои хорошие вкусы у всех разные и жизнь у всех тоже разная и она одна поэтому я к этому готова ну а те самые смелые самые креативные самые творческие кто не боится никаких экспериментов это видео для вас я вам продемонстрирую как же этот шарфик отлично легким движением руки превращается в челму и вы посмотрите как это красиво смотрится но и в роли шарфика мне он тоже очень очень нравится такой веселый такой задорный и я точно знаю что такого я не встречу в москве ну а сейчас мы перейдем ко второй части видео я расскажу вам о размерах расскажу как убавить петли во второй части я думала что это так вот ну как бы понятно но понимаю что на моем канале очень много начинающих вязальщиц и я ко всем отношусь уважительно поэтому те которые очень хорошо вяжут пожалуйста вспомните себя вспомните как вам тяжело было начинать и как не все сразу вам давалось и все было понятно поэтому я для начинающих расскажу как это сделать красиво я имею ввиду вторую часть с убавками конечно же расскажу вам о весе шарфика о размерах и так далее это все будет во второй части видео ну и конечно же моя демонстрация поэтому посмотрите это видео до конца я думаю что она вам будет интересно итак вот он этот красавец шарфик ну как первые части вязать я уже вам говорила теперь расскажу для начинающих как убавить петли то есть сначала мы начинали вязание я начинала вот с полосатенькой части и мы прибавляли петли как это делать я уже рассказывала теперь связал вот эту часть кстати каждая часть у меня получилось по 60 сантиметров и центральная кстати тоже решила я в центр тоже немножко добавить сантиметриков и вот когда после этой ажурной части мы перешли вязать ответную часть дошли до нужного места как определить нужное место да просто посчитайте вот эти ваши косички по вот этой части которая уже связана сколько их штук и на каком этапе у вас начинается ну там у нас была прибавка а теперь нам нужно сделать убавку думаю что это понятно как же красиво сделать убавку я смотрите я вешала здесь маркер в начале ряда чтобы мне было понятно в каком ряду я делаю убавки потому что убавки будем делать не в каждом ряду через ряд смотрите здесь у меня маркер две петли вместе то есть кромочную сняла две петли вместе лицевой с наклоном влево то есть как у вас вы будете при вашем методе вязания вязать я не знаю у меня восточный метод поэтому мы сейчас не будем говорить о методах просто доношу информацию две петли кромочная две петли лицевые с наклоном влево идем до конца ряда остаются три петли а значит две петли вместе лицевой с наклоном теперь вправо кромочная возвращаемся изнанкой ничего не убавляем приходим сюда здесь у нас стоит маркер значит в начале ряда маркер значит нам нужно сделать опять убавки опять снимаем кромочную две петли вместе лицевой с наклоном влево идем концу ряда остаются три петли одна из них кромочная 2 вместе лицевой с наклоном теперь вправо кромочная опять возвращаемся изнанкой у нас тут видите платочная вязка поэтому трудно понять где же лицо где изнанка вот для этого я в начале ряда вешала маркер чтобы я понимала ага маркер в начале ряда значит ряд убавок маркер в конце ряда когда возвращаемся сюда значит убавки делать не нужно ну и потом все когда у вас осталось 4 петельки я начинала с 4 петель вот эту полосатую часть все я их закрыла пришила вот здесь вот такой карабинчик кстати мои дорогие подписчики какое же вам большующее спасибо ваш о вашей идее которой вы поделились значит я уже не помню к сожалению имя вчера читала комментарий что вот этот карабинчик можно пришить к помпончику и а здесь уже ну какую-то петельку как бы пришить чтобы помпончик был с карабином а здесь обычная петля но я сделала немножко по-другому поскольку вот этот карабинчик уже был у меня пришит к шарфику и поэтому я уже сделала по как здесь так и здесь то есть я карабин пришила в шарфику не к помпону а к шарфику но вот имейте ввиду чтобы сэкономить карабины карабин можно пришить к помпончику и тогда к вашим изделиям достаточно будет сделать петельку за которую вы будете потом цепляться карабином значит о размерах я сказала значит длина всего шарфика от начала и до конца я имею ввиду прям вот от кончика составляет метр восемьдесят шесть ну где-то по 60 сантиметров у меня каждая часть то есть 63 18 вот и получаем метр восемьдесят ну там может быть 61 62 как то а вот так вот видите как сейчас на дневном свете очень хорошо выглядит вот эта молочная часть где я добавляла кид мохер и вот такое сочетание то есть белый белый и молочный то есть немножко отличается оттеняет рисунок очень очень красиво да я неправильно озвучила опять ниточку которая участвовала вот она эта ниточка белая это ализе классик лана голд файна я говорила ангора файн ну вот моя память здесь 390 метров это полушерсть сколько-то там акрила но я думаю что эту ниточку все знают до 390 метров поэтому сейчас все таки найду состав вот 49 процентов шерсть это акрил наверное и 51 процент шерсть вот здесь вот так вот написано вообще мне нравится эта ниточка и и я планирую связать под этот шарфик какой-то такой джемперок тоже аля матроскин да не все будет в полоску но вот как-то скомбинировать возникла такая идея вторая ниточка которая участвовала в этом шарфике это вот от drops baby merino и вот что поразительно здесь 175 метров 50 граммах по идее ниточка тоньше но выглядит она вот если вот так вот посмотреть их взять да она выглядит тоньше я не знаю почему так и в полотне даже если сравнить вот эти ответные части сейчас я вам положу вот это даже само полотно вы выглядит почему-то тоньше хотя по метражу ниточка толще вот такие вот бывают чудеса то есть ориентируемся вот на метраж но иногда бывает так что метраж больше то есть ниточка тоньше да но выглядит она толще чем какая-то другая ниточка для сравнения и с метражом меньше вот видите вот даже вот так вот зрительно посмотреть если вот эта часть немножечко может быть на сантиметрик меньше вот этой части хотя по идее в этой нитке метраж меньше так об этом рассказала да вес вес шарфика 165 граммов из них где-то я приблизительно буду говорить у меня пошло потому что у меня оставались ниточки от платья домино вот эти baby merino и я еще взяла моточек и от него тоже осталось но в итоге получается что вот baby merino у меня пошло в одно сложение здесь 100 грамм то есть два моточка по 50 грамм ну а остальное вот значит вот это ниточка alize lanagold fine значит что там получается 60 грамм да но из них где-то 10 пошло kid moher и 50 грамм на вот эту белую вставочку пошло вот этой ниточки alize fine вот такая красота получилась девочки я так довольна результатом тем более когда я сегодня готовилась к видео сессии и и еще не знала что этот шарфик можно носить как челму да еще и пальто релакс как хорошо вписывается в этот комплект в общем прям радуюсь от души так что я знаю что многим понравилась эта модель это ша этот шарфик кстати его можно купить я оставляла ссылочку в сообществе потому что идею я взяла из уже любимого интернет магазина new chic там очень много идей это уже второй случай я повторюсь платье домино я кстати как идею тоже взяла из этого интернет магазина так вот ссылочка на покупку шарфика кто не умеет вязать кто кому некогда или еще что-то какие-то причины может быть ниточек нет подходящих вы можете этот шарфик купить ссылочка есть во вкладке в сообществе на моем канале ну вот пожалуй все дорогие мои дальше пойдет видео сессия демонстрация этой прекрасной красоты а я буду с вами прощаться на сегодня вот такая пасмурная погода за окошком слышите посторонние шумы не могу уже прервать видео это мои коты там играются им весело ну а на этом все я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока 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 и пока а и 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 Продолжение следует...